Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 февраля, чуть опять не сказала января. И я вот сейчас по следам комментариев вчерашних хочу поговорить еще раз о поливе рассады именно вот этой самой-самой маленькой первых сходов. Потому что когда вчера я выставила свое видео и рассказала, сказала, что я поливаю под корень, эти междуряди оставляю сухими и все. И тут разгорелся, конечно, как всегда у огородников жаркий спор. Вот Алексей, по-моему, Минаев написал, поливать растения только в междуряди, с восклицательным знаком, что категоричное такое мнение. Потом еще девушка одна написала, Елена Батрова, что многие рекомендуют наоборот поливать в междуряди, а не под корешок во избежание черной ножки. Или это не важно, главное, чтобы грунт был не полностью полит. И вот на основании вот этих, я вам два прочитала высказывания, которые один полностью со мной не согласился, а другая вроде сомневается. Я сейчас более подробно расскажу вам о поливе, потому что, как я поняла, что не всем понятно и нужны уточнения. Вот смотрите, я уже Елене ответила, вам сейчас тоже отвечу. Если бы у меня междуряди были, как обычно, маленькое вот здесь расстояние, то, возможно, я полила бы вот сюда посрединке, и она бы, влага подошла бы к корешкам. Но так как первые свои посевы я делаю разреженные, вот здесь между ними большое, можно сказать, даже огромное расстояние 5 сантиметров, если я полью в междуряде, но не обильно, как я говорю, что полив не должен быть, первые поливы обильно, они еще маленькие, то влага до них вообще не дойдет, и представьте, у них корешки, у них боковых корешков еще нет, у них вот такой стержневой корень, который идет туда, вглубь, и можно сказать, что они у меня остались бы в сухой земле. Поэтому я поливаю под корешок, чтобы смочить именно тот район, где у них корни, а междуряди мне смачивать и не нужно. Да, правильно вот сказала Елена, мне главное, чтобы не весь грунт был смоченный, и чтобы полив был не обильный, чтобы у нас было здесь мало сырости. И еще, разве вы не заметили тот нюанс, что я сказала, что я поливаю всегда или розовым раствором марганцовки, или фитоспорином. Из этого уже следует, что никакой черной ножки от моих поливов не может быть, потому что я, еще вчера уточнила, всегда проливаю только дезинфицирующим, вот этим вот противомикробным, вот таким раствором. Ну, это я так образно выразилась, потому что они разного действия, но все равно. Но вот розовый раствор марганцовки, он не даст образоваться, вот эти появятся белые, ой, белые ножки, черные ножки. И еще что я хочу сказать, ведь у нас у всех, как обычно в огороде, свои приемы, свои методы. И вот я вам показала и рассказала, как делаю я, и я всегда говорю, не надо быть категоричным, и не надо никогда говорить, что так делать нельзя. Вот если я так делаю, значит делать так можно, если бы это было, ну как, плохим способом, плохим методом. Если бы у меня начиналась развиваться черная ножка, если бы посевы мои умирали, наверное, я через какое-то время перестала бы так делать. Я так поливаю много лет, и еще хочу сказать, что даже мнения специалистов по этому поводу разные. У одних одно мнение, вот по методу полива вот маленьких вот таких сеянцах, у других другое. И вот специально для Алексея Минаева я вот взяла сюда, принесла сейчас справочник огородника уже 20-летней давности, который написан уважаемым человеком, доктором сельскохозяйственных наук, вот который в области растеневодства делал, ну, ясно, изучает все. И тут написано, черным по белому, вот можете прочитать, что молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки, и они не загнили. Я не думаю, что он, вот этот доктор наук, он глупее нас и пишет вот в таком солидном, в печатном издании какую-то, ну, как ересь. Так что еще раз вам хочу сказать, что все способы, все методы полива хороши. Если вы хотите поливать в междурядье, поливайте в междурядье. Если вы хотите поливать под корешок, можно поливать и под корешок, и даже специалисты рекомендуют поливать именно под корешок, потому что под корешок, вот почему я поливаю под корешок? Потому что под корешок требуется совсем мало жидкости, очень мало, и она потом, когда вот смачивает весь остальной, ее хватает. А если бы я полила в междурядье, мне нужно было бы большее количество наливать, потому что, видите, междурядье у меня широкие, чтобы вода дошла вот до этих обоих сторон, это нужно было полить очень много. Я вчера вот этот лоток полила всего 500 грамм воды, вылила на весь лоток, и еще обязательное условие, на второй день после полива я обязательно вот это все прорыхливаю, и вот эти, которые были сухие междуряди, они все перемешиваются, и грунт получается в меру увлажненный, но видите он какой, он в меру увлажненный, но он такой рыхлый, сыпучий, ну похоже как пашня в свежеспаханное такое поле весеннее, вот в таком состоянии, видите он какой, он даже не очень сырой, и вот именно таким способом, методом своим я добиваюсь вот такого процента влажности, который устраивает меня, поверьте никаких черных ножек у меня никогда нет, если правильно, если делать все в меру, и еще раз хочу напомнить, что категоричных вот таких высказываний не бывает, что так нельзя делать, делайте только так, каждый делает так, как ему нравится, вот у меня такой полив под корешок, и я вот вам еще раз напомню, что в справочнике вот садовода-огородника написано, именно такой метод рекомендуют специалисты, но есть и другие специалисты, которые рекомендуют другой метод, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, ой нет, не до свидания, еще один вопрос тут же, который вот я даже выписала, Татьяна Соколова написала, вот всходы вылазят, но не сбрасывают вот эту семенную оболочку, часто видели, что вот здесь вот пустая вот семенная коробочка висит на листьях, можно ли ее руками убрать или ждать, и значит ли это, что росток слабый, вот тоже в литературе и в печатной, и в статьях в интернете, очень часто я видела такое объяснение, что возможно это слабый, он не может сбросить, но чаще всего все-таки специалисты это объясняют, причину, что недостаточная влажность грунта, когда вы сеете во влажный грунт, и оно там, семенная вот эта коробочка размягчается, и когда вылазит, появляется росток, она с легкостью расщелкивается и выбрасывается, и вот именно я для этого проливаю дорожки, вот когда делаю дорожки, проливаю один раз, потом семя туда ложу втыкаю, и потом поливаю еще раз, чтобы оно у нас посеялось в мокрую-мокрую такую землю, именно локально проливаю, и вот, а если земля сухая, достаточно увлажненная, да, ему хватит, чтобы проснуться, немножко как высунуться, но вот он с трудом, с трудом из этой, оболочки вылазит, она суховатая, и она не расщелкивается до конца, чаще всего это бывает из-за сухого грунта, я когда-то, ну у меня такое бывает очень редко, но обычно советую, если висят у вас вот эти коробочки семенные, можно сделать легкое опрыскивание, и потом они как немного смякнут, потом их взять осторожно, вот так руками снять, ничего страшного, конечно, в сухом виде, когда они сухие, их вот расщелкивать или выдергивать не надо, я один раз пыталась, прямо вместе с листиком отрывается, перед тем, как его снять, нужно немножко и с опрыскивателя, лучше всего каким-то вот, да, розовым раствором органцовки, чуть-чуть-чуть, чтобы был окрашенный, смочить, подождать, она размякнет, размокнет, и руками снять, они снимаются очень легко, ничего страшного в этом нет, вот теперь точно до свидания.